Станция Комсомольская, посмотрите какая красивая. Всем привет, это уже следующий выпуск. А прежде, чем вы начнете просмотр нового ролика, рекомендую подписаться на видеоблог Сергея «Хочу ремонт». Ребята дружной команды делают ремонт и квартир в Санкт-Петербурге, показывая с какими трудностями сталкиваются, как решают вопросы заказчикам и какие находят решения в трудных ситуациях. Ролики на своем канале пишут сериями. Можно наглядно посмотреть, как выполняются различные операции, как можно экономить на ремонте, при этом не потерять качество. Еще ребята показывают, в каких местах бывают, как отдыхают и как строят бизнес в Петербурге, какие подводные камни встречаются на пути и как не утонуть в конкуренции. Надеюсь, на канале вы найдете для себя что-то интересное. Ссылка на канал в описании. Как Алексей сказал, подписывайтесь на канал и вы узнаете еще больше таких нюансов. Всем пока, до следующей серии. Калинка, Калинка, Калинка моя. Тут так интересно площадь трех вокзалов. Вот напротив нас стоят Ленинградский вокзал, Ярославский вокзал, а мы уезжаем с Казанского вокзала. Как Наташа с Мишей привезли нам багаж. Давай хоры снимать, да щас. Нам сумок не оставили, Юля вообще на реке. Давай, темнее. Пошли. Так, перевес. Так, девятый вагон. Ищем. Держи дверь. Ну, держи. Ну, он пахнет. Второй этаж. Смотри, Славик, главное башкой не бейся сильно. Всем здрасте. Мы не едем, правда. Переодевайся. Никого, никого. Заходи, заходи, никого. О, никого. Нам водичку приготовили. Королевская. Прям королевская. Королевская вода. Да. Это лучше было. Конечно, лучше. Смотри-ка. Даже водичку. Даже вот это покрывало. Нарядно. Даже тапочки. О. Да ты что. Смотрите, блогерство заразительная тема. Мы никогда не будем блогером. Душ. Миша все душ ищет. Наши куда мусунут? Они пускают за денежку, да? А, нет. За денежку. А, душ в СВ, да? Понятно. Если человек будет слишком плохо пахнуть, то пустим. Надо его отправить всем вагоном. Мы подписи соберем со всего вагона. Так, так. Московский вокзал. Отправление 23.45. Ой, Казанский. Москва. В Симферополе 8.50. Прибытие послезавтра. Я что думал 9.20. Пока. Пока. Пока мы уезжаем. Пока. Первое впечатление от поезда очень нам нравится. Отожительное. Очень тоже. Да, я еще проверил билеты. У нас походу одно место еще свободно. Будем сами ехать в Куба. Сейчас как закроемся, как выспимся. Мало спали за все эти дни. Смотрите, дают тапочки и еще какую-то штуковину. А там удобная паста, там удобная щетка, там маска для сна. Да, да. Перуши. Ага. Да, кстати, прикольно. Уже автоматическая вставка. Ну мы покажем подарки. Подожди, подожди, сейчас. Там уже все показано. А, еще расческа тут. Расческа. Узная паста, кстати, с плат. Маленькая. Ага. Прикольно. А мы небольшие подарили. Так. 15.000 на троих нам вышло обратно. Поездки домой готовы. Поезд тронулся. Уже тронулся. Мы переоделись. Смотрите, у меня тапочки Таврия. А посмотрите, какой у меня костюм. Под свет, да. Твой костюм все видели из прошлого поезда. Я лезу проверять. Кстати, хочется отметить, что верхние полки были сразу застелены, нижние нет. И подушки все тоже были уже застелены. Вы готовы, да? Да, да, да. В плацкарте такого нет. Молодец. Осторожно смотри, чтобы ты башкой не стукнул. Тут она точно не выпадет. Класс. Нам Андрей с Ириной еще подкинули еды. Сушеные бананы, сок, помидоры. Значит, в меню у нас на завтрак. Блины с ветчиной и манник творожный. Что-то одно выберите, пожалуйста. Вот давайте два блина и один манник. Две порции блинов и один манник творожный. И один манник, да. За дополнительную плату вы можете заказать чай, кофе, вареный кофе готовим, печенье, вафли, круассаны. А моя любимая? Кипяток, можете подойти к нам. В чайник, в стаканчики. Кстати, друзья, тут, кажется, не только завтрак, еще и ужин есть. Еще хочется отметить такой момент, что здесь пододеяльники. А в плацкарте пододеяльников нет. Там две просто не даются. Сейчас я покажу, как мы удачно, продуманно выбрали купе. Сюда идешь. Класс, здрасте. И сразу туалет. Три туалета. Туалет нормальный, цивильненький, опять же. Розеточка и все, все как полагается. Больше всего мне нравится сенсорное смытие. Что в плацкарте, что в купе, оно есть. Что-то есть хочется. Да? Так? Не появилось. Что-то есть хочется. Друзья, тоже входит завтрак в купе на вагоне, да, с питанием. Нас обещали, кстати, покормить по дороге дважды. То есть сегодня будет вот это завтрак и вечером будет ужин часов в пять, в семь, так сказать. Ну, с пяти до семи. Так, это горячее. Вчера нас попросили выбрать, что мы будем кушать утром. Блинчики с ветчиной и сыром и маленьким творожным. И принесли такие еще коробки. Я думала, это не нам, а оказалось, что нам. Десерт без сахара, плюс пребиотики. Это типа смузи такой. Под вареной сгущенкой, орешки. Это пирожок, типа такой кекс. Водичка, огонька. Еще водичка, это супер. Ну, набор белка, ложка, соль. Освежающая конфета. И конфетка. Все в красивой коробочке там для. Раскрывай. Кстати, принесли горячим. Принесли в восемь часов, постучалась аккуратно. Наш завтрак. Та-дам. При блинчик, а ничего себе круто. Нормалячик. Давай посмотрим. Янин ванник одна выбрана себе. Ванник тварешек. Ааа, какие два милых кексика ванных. Ну, чайку уже надо. Да. Пахнет полно себя. Неплохо. Прекрасно ванником. Илья, хочу чаю. Ха-ха-ха. Где она еще проехала? Вчера еле было убивать. Наверное, часа в час. Час. В натуре орешки. Ха-ха. Я думала, бисквит будет знать что-то с орехом. А я думала, шоколадный бисквит. Вообще прелестно. Купе. Еды столько. Воды дают. Встречают водой и провожают. Ха-ха. Мне нравится то, что в поездах сейчас разделен сбор мусора. То есть сейчас напротив туалетов там у них несколько осеков для стекла, для пластика. Кстати, вот остановки пишутся, видите. Время, температура. Здесь зеркало есть. Сейчас покажу вам мусорные контейнеры. Металл, пластик, бумага и пищевые отходы, стекло. Для железа и для всего. Ку-ку. Ку-ку. Денчик проснулся. Кушать будешь? Еще нет. Еще не просну. Ой, блин. Итак, мы снова ворос Саше. Я один съешь. Один съешь ты? Очень быстро долетели. Так какой долетели? Поезд летит скоростной. Ага, вот. В небесах прям высоко. Ну что, мы на втором этаже. Еще спала сегодня выше всех на втором полке. Выше только звезды. О, мы с Вросоши встретились в Севастопольском. У нас поезд лучше немного. Не расстраивайтесь. Все у вас будет хорошо. Обратно берите в купе обязательно. Через Москву и в купе. Не выспались видно. Кстати, нам писали, что вы нищеброды взяли на семью не купе, а плацкарты. Ой, писали пару людей. Ну я просто объясню, мы это сделали специально, чтобы показать обзор плацкарты. А теперь мы взяли купе, чтобы показать обзор купе. Кстати, в прошлом позе мы не заметили розетки под столом. Да, действительно они здесь есть. То есть Wi-Fi есть. Кстати, сеть Tavria.media в браузере, если набирать, не работает, не переходит на нее. Здесь, по крайней мере. Но интернет ловит намного чаще. Не только на станции. Давайте включимся. Не хотите? Давай, пробуй. Чтобы было совсем светло. А, даже так оно так ломается. Ну ты шо, блин, нециприканки никогда не ел. Куда? Ну, видишь, как хорошо. Мне всегда показывает палец вверх. Яна всегда за покушать, да. Берите пример с Яны, всегда палец вверх. Подключилась у меня к сети Tavria.media, да, файлообменнику поездному. Вот. Но почему-то в нашем вагоне он не ловит. Я прошел в следующий вагон, он словил. Там вот фильмы всякие есть, музыка. В общем, много чего есть. Да. Я не знаю, может быть, у нас здесь что-то не включено. Сейчас пойду узнаю. Работает, Вячеслав. Сейчас. Сейчас. И полконы. Каждое здание загляденье. Так, что нам, ужин принесли? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Юля такая довольная. Просто мы счастливы. Вот и такой пост офигенно. Я вообще довольна. Я бы сейчас ехала с таким... Смотрите. Опять оришки. Перебили меня опять оришки. Да-да-да. Давай-давай. Я говорю, я бы с таком вот сейчас антуража ехала и ехала. Хоть бы у него стол. С соусом не роняется. Даже освежающие конфеты. Что себе говорит? Рис с сосисками. Что еще? Смотрите, с фасолью, морковочкой и кукурузой салатик. Это курица с макарушками. Еще по булочке. И вот такая вот колбаска нарезанная. И соус. Обалдеть. И еще принесли тоже вот такой наборчик с водичкой. И на сладкое орешки с соленой гущёнкой. Остановились в Ростове. Вот наш севастопольский отправился. А, нет, подожди, это не севастопольский. Вот севастопольский. Гранд сервис экспресс напротив. Догнали его. Санкт-Петербург едет. А вот наш стоит. Кстати, только уехали с Москвы и там снег повалил. Так обидно. Люди скидывают фотки. Ян, уже пора спать. Закрываем все, чтобы нам ничего не светило. И баиньки. Санкт-Петербург едет. А, нет. А вот что, давайте. Вот так. Это севастопольский. Севастопольский. Ослабенная. Доброе утро, что я вам хочу сказать, друзья, на верхних полках немножечко тесновато, но спать можно, нормально. Неудобно тут под головой, да, такой склон получается как раз. Да, нормально, нормально, плюс тут еще есть кулер есть с водой, когда заходил, его было видно, но вода есть, что мы еще не сказали, так вообще все супер, классно. Только я слышно, то пылесосит, то там что-то в туалете убирают. Если что, свои вопросы задавайте в комментариях. Да. В ресторан не сходили, потому что нас очень хорошо кормили. Нам не хотелось. Да, ресторан не нужен. Реально, когда в плацкарте едешь и с собой забыл что-то взять. Кто не видел обзор с плацкарта, будет ссылка в описании. Все, наш поезд довез туристов в Крым. Отдыхающих. Как добраться с ЖД вокзала до городов-курортов Крыма? Как? Как? Можно многими способами. В Ялту, например, можно добраться. На автобусе, на троллейбусе, на самом длинном троллейбусном маршруте точно уж Европы. Может даже и мир посмотреть на окружающие красивые панорамы. А также можно в другие, например, Евпаторию, Севастополь, на электричках. А также такси, конечно же, но такси будет дороже, чем все остальное. А ты за автовокзал сказала? А, автовокзал по умолчанию. Отсюда можно прямо дойти, переходите, идете к башне с часами и от нее переходите прямо к автовокзальной станции, так сказать. Автовокзал в другой стороне. А это вот именно... Да. И там продаются билеты в любые направления Крыма. Мы сейчас покажем чуть поближе. Сейчас как раз там нас будет забирать таксист. Так что, если вас будут где-то перехватывать, идите прямо в кассы. Ничего не бойтесь. И ничего не бойтесь. Там бомбилы сейчас будут быстрее и быстрее работать. Они сейчас пожили, в поезда пошли. Сразу от поезда проходите сюда, вот, к выходу в город, да, для тех, кто первый раз. Вот она башня. И слева отсюда сразу с автовокзала. А вот выходите, автовокзал. Прорываясь от бомбил, который туда ловит. Алена начинает ЖД возрождаться. Людей еще столько не выходят из поездов. Это по лету будет у них нормально. А сейчас бежит Кафрид. По Симферополю надо ехать? Я говорю, нет, нет. А куда-нибудь надо ехать? Я говорю, да нет. Может, маршрутка нужна? И бежит там. Ой, я не могу. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Ура, Ялта, солнышко. Ялта, солнышко. Продолжение следует...